Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет завершаем чтение книги пророка Захарии. 14-я заключительная глава. Она по своему содержанию, как и две предыдущих, эсхатологическая. И речь идет об эсхатологической битве. О ней уже говорилось в 12-й главе об этой битве. И эта битва завершается чем? Победой народа Божьего и торжеством Иерусалима. Иерусалим, столица уже не Иудеи, а столица всей Святой Земли, столица всего мира, всей Вселенной, Царства Божьего, торжествует в этой эсхатологической победе. Действительно, победе, которую можно назвать с большой буквы Великой Победой. Победой Бога над тем, о ком в предыдущей главе было сказано. Нечистый дух назван был здесь, да? Победе добра над злом, победой Царства Божьего над царством тьмы, цинами тьмы над всеми народами. Итак, читаем. Вот наступает День Господень. Выше предыдущей главы говорилось тот день, тот день. Вот здесь этот день, тот, прямо назван Днем Господнем. Йом плюс священное божественное имя из четырех букв. День Господень. И разделят награбленное у тебя среди тебя. То, что было награблено, будет разделено. Грабь награбленная. И вот то, что грабитель грабил, у него же будет это все отобрано и разграблено. Так будет. Будет установлена божественная справедливость. И во всех народах, и в народе Господнем грабители будут ограблены. У них ничего не останется, потому что они все это нажили своим грабительством, а не собственным трудом. Среди тебя будет ограблено. И вот дальше уже говорится об этой эсхатологической битве, которая ожидает Иерусалим. Против Иерусалима соберутся все народы по воле Божьей. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. По законам войны, да, все женщины бесчестились, младенцы разбивались о камень, все мужчины или истребрялись, или забирались в плен, отроки. Обычные военные обычаи того времени, да и сейчас часто так бывает с захваченными городами. Вот то же самое будет с Иерусалимом, и это не раз совершалось. Римляне захватывали Иерусалим. Помпей, потом после иудейского восстания Иерусалим был взят, до этого греки, после римлян арабы, кто угодно. В конце концов, все народы будут собраны на войну против Иерусалима, второй стих. Это последняя битва эсхатологическая, после которой уже не будет никогда войны на земле. Это последняя битва, она будет решающей. Сначала народы действительно захватят Иерусалим, но потом сам Господь за него вступится. Да, половина города пойдет в плен, половина города останется, и тогда за него вступится Господь. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. День брани, день битвы, Господь ополчается, Он верховный главнокомандующий, Он полководец своей армии, и земной, и небесной, поэтому Его имя Господь Циваот, Господь воинств. И станут ноги Его в тот день на горе Элеонской. Ноги Господу. У Господа нет ног, это антропоморфизм. Но, может быть, ноги Его наместника, Его представителя, Мащеха, ноги Мессии, ноги Христа станут на горе Элеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Кто бывал в Иерусалиме, знает, что между Иерусалимом, старым городом, и Элеонской горой, Масличной горой, ущелье, долина, сынов Эдномовых, Геенном, и на этой горе там находится монастырь Вознесения. Оттуда Господь Иисус Христос вознесся, согласно Евангелиям, и там, скорее всего, совершится Его второе пришествие. Жители Дамаска, мусульмане сирийской столицы, почему-то верят, что в их городе произойдет второе пришествие Христа. И даже на одном из миноретов они каждый день постилают новый коврик, не постиранный, а новый, каждый день ожидая второго пришествия Христа. Этот минорет, эта башня называется башней Иисуса, Иису, Аль-Масих. Но библейские свидетельства говорят, скорее, в пользу того, что второе пришествие произойдет все-таки на горе Элеонской. То есть сейчас это черта города, раньше это было за городской чертой, близ Иерусалима, перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится, буквально расколется гора Элеонская от востока к западу весьма большой долиной, ущельем. И половина горы это идет к северу, а половина ее к югу. То есть какое-то глобальное, глобальное будет вот такое потрясение, может быть, землетрясение, и гора это расколется, гора Элеонская. Такое вот есть пророчество. Пока это пророчество не исполнилось, оно ждет своего исполнения, как, в общем-то, и все, о чем здесь говорится в этой главе. «И вы побежите, народ Божий, жители Иерусалима, побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Азии царя иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним». Здесь прямая речь пророка, по всей видимости. Хотя вот в начале прямая речь вроде бы Господа, потому что в долину гор моих, а потом, ко второй половине стиха, вдруг говорится о Боге в третьем лице, Господь Бог мой, видимо, пророк говорит, и все святые с ним. Какое-то будет бегство из этого города, то есть будет глобальное сражение, люди побегут. Вот, как это было во время захвата Иерусалима в 70-м году, христиане по одному из преданий бежали за Иордан в город Пеллу, покинув Иерусалим, иерусалимская церковь во время иудейского восстания, иудейской войны была, в общем-то, поместная церковь иерусалимская уничтожена, и отдельные христиане бежали в Пеллу. И потом эта церковь иерусалимская вновь возрождалась уже после этой самой войны, этого самого изгнания. Асила, Асил, Асил точнее, это, скорее всего, локализовать его следует Вади-Ясу, Вади-Ясу, Ясул, Вади-Ясул по-арабски, маленький приток Кедрона, ручеек, вот, долина Кедронская, между Старым Иерусалимом и Елеонской горой высокой, и вот есть поток Кедрон, и есть маленький приток к этому потоку, Вади-Ясул. Землетрясение, которое здесь упоминается во дне Азии, Узия, или он же Азарья, иудейский царь, во время него было землетрясение. Книга пророка Амоса, первая глава, первый стих, мы читаем об этом землетрясении. Восьмой век до Рождества Христова было сильное землетрясение, оно долго осталось в памяти. Амос, вот здесь Захария это землетрясение вспоминает, его будет, о нем будет писать Иосиф Лавий, великий иудейский историк, первого века, по Рождестве Христовом, конца первого века, когда будет писать свои знаменитые исторические произведения. Вот он тоже будет вспоминать об этом землетрясении, Иосиф Лавий, реальное историческое событие. Вот тогда побегут так же, как бежали во время этого землетрясения. Тогда погибло много людей, люди бежали из города, чтобы не погибнуть под завалами. Вот и тут так же побегут во время этой эсхатологической битвы всех народов с Иерусалимом, когда все народы ополчатся против Иерусалима. Очень также подробно описывается это в книге пророка Михея. Эти пророчества сообщаются о том же самом. Так звучит пятый стих. Шестой стих. «И будет в тот день». Тот день – это день Господень, о котором говорилось в первом стихе. Это тождественное выражение здесь «тот день» и «день Господень». «Не станет света светило удаляться». В своей эсхатологической проповеди на Елеонской горе, это 24 глава Матфея, 13 глава Марка, параллельные места у Луки, в этой самой эсхатологической проповеди Господь Иисус Христос, отвечая на вопрос учеников, «Господи, когда это все произойдет, какая кончина мира?» Господь отвечает, и некоторые из его пророчеств, пророческих ответов касаются 70-го года, взятия Рима и Иерусалима, римлянами Иерусалима. После того, как этот город был захвачен, были все участники восстания иудейского уничтожены, храм сожжен, второй храм, город разрушен, не останется камня на камне. Римские легионы его разрушили. Но часть пророчества относится к эсхатологическому дню Господню, к последнему эсхатологическому сражению, в том числе вот эти все явления, которые происходят в природе. Света не станет, светило удаляться. Например, те пророчества, которые у Иоиля, у пророка, там день Господень приобретает действительно космический масштаб. Вот и здесь тоже так же у Захарии. И день, говорит, он будет единственной ведомой только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. Вспомним событие распятия Христа. Это уже тоже исполнилось тогда, первый раз исполнилось, когда землетрясение случилось, и солнце померкло, и в течение трех часов не было света. Тьма по всей земле до часа девятого. И то же самое будет, когда ноги Господни станут на горе Элеонской, гора разломится, землетрясение, когда померкнет свет, будет это в эсхатологический день, в день Господень. Хотя здесь день тот назван единственным, вот он такой день был уже, и такой день еще будет. Единственный в своем роде. Но совершается это дважды по пониманию и древних экзегетов, и современных интерпретаторов священного писания, и предания, и современные авторы говорят о том, что исполнившись новозаветные времена, это исполнится в эсхатологической перспективе по учению всех пророков, по эсхатологическому их учению. И будет в тот день живы, воды потекут из Иерусалима, об этом мы читали выше в предыдущих главах, и половина их к морю восточному, и половина их к морю западному, летом и зимой так будет. Для очищения эти воды из Иерусалима потекут, для очищения всего народа Божьего. И будут они напаять и землю, и людей, не будет засухи, будет изобилия вода, это всегда вода не вода потопа, а вода, которая и потоки, и дождь, и роса, это все благословение Божие, есть вода, есть урожай, есть, значит, пища, это Божье благословение. Море восточное, море западное, это здесь море вообще, а может быть Средиземное море на западе, и, допустим, Персидский залив на востоке, мы не знаем. Есть море восточное, западное, оно понятно. Есть ям, даже иногда словом ям обозначается само направление, запад. Есть море восточное здесь, может быть, здесь вообще речь идет о всех морях. Эти потоки текут ко всем морям. Летом и зимой так будет. Вообще зимой действительно есть реки, есть потоки в Святой Земле, летом все это пересыхает, сухие русла, то, что называется вади. Этого не будет. Поток будет бить постоянно. И зимой, и летом потоки эти потекут. Божественное благословение, божественная милость. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Господь будет царем над всею землею. Не только над Святой Землей Израиль, но над всей землею вообще. Я думаю, здесь следует понимать, под землею здесь вот, следует понимать вообще всю землю, населяемую всеми племенами и народами. До самых дальних островов Господь будет царем над всей землею. Не только над своей землей, освященной им, обетованной иудеем землей, но над всей землей и над всеми народами будет Господь царем. И царствую Его Господа, как мы исповедуем. В символе веры не будет конца. Един будет Господь, и имя Его едино. Не будет никаких кришнаитов с их кришнами, не будет никаких других божеств. Будет Господь один на всей земле. Только Его будут почитать, и только Его имя будут призывать и этим именем освящаться. И царствовать будет Господь. Все цари земли признают над собой Его власть. Все правители, президенты, премьер-министры признают власть Господа. Все народы и каждый человек эту власть Господа признают над всею землею. Никаких не будет царств, кроме Царства Божьего. Никаких не будет царей и правителей, кроме единого Царя Господа. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Реммона. На самом деле здесь, да, Гева. Гева, Гева. Это территория Вениаминова колена. Это севернее Иерусалима. Так вот, это самое Гева здесь упоминается. Ремон, это возможно. Это Ум-Эр-Раммамим. Современное арабское название. Ум-Эр-Раммамим. 15 километров на северо-восток от Бершевы. Возможно, другая локализация. Так вот, вся эта земля будет как равнина. Вот эта земля здесь, уже эта земля, земля иудейская. На юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамиила до царских точил. Кто бывал в старом городе Иерусалиме, знает, что там есть город Давидов, есть разные другие там названия, топонимы. В общем-то, старый город остается в своих пределах и огражден турецкой крепостной стеной. Так вот, здесь не только Иерусалим упоминается, но вот эта Гева, этот Ремонт, то есть далеко-далеко на юг от Иерусалима и на север, если Гева, на юг Ремонт. То есть все это будет вот эта вот равнина, а Иерусалим над этой равниной будет высоко стоять и возвышаться и населяться. Да, сказано было выше, что половина города пойдет в плен, остальной народ не будет истреблен из города, и вот он воспроизведется и населится. Ну и вспомним Псалом, люди умножатся, как трава на земле. Действительно, если кто сегодня бывал в Иерусалиме, то видит, что город этот огромный, самый густонаселенный, самый большой город в Святой Земле, а будет еще больше, еще гуще населится, когда остатки соберутся все рассеянные. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Сегодня в Иерусалиме нет безопасности. Как бы силы безопасности, делающие свою работу, хорошо делающие, добротно, не пытались, все-таки пока не могут предотвратить теракты, столкновения и все остальное. Но вот, когда Господь будет царем в Иерусалиме, не пример министр будет править, а сам Господь будет править Иерусалимом и всей землей, тогда будет безопасно, будет полный бетахон. Каждый будет жить безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы. Вот народы будут поражены, враждующие против Иерусалима, тогда и будет безопасно. А поражение, которым Господь поразит, которые воевали против Иерусалима. Вот какое будет. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. Не силой оружия, а силой божественного поражения. Будут поражены все те, кто воевали против Иерусалима. Не воюй против Иерусалима. Это святой город Господень. И царствует сам Господь. Поэтому чревато воевать против Иерусалима. И человек такой потерпит поражение. И исчахнет он и засохнет. И будет в тот день. Произойдет между ними, вот этими народами, враждующими против Иерусалима, между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его. Такое не раз бывало в самом стане. Врагов происходило между ними столкновение. Дележка власти, видимо, кто главный. Так часто бывает и сейчас. Бывает порой среди террористов. Между ними разными террористическими группировками происходит грызня между собой за первенство. Так на Ближнем Востоке было совсем недавно. И в других частях земли мы такое тоже видим. Так вот и там то же самое произойдет. И между ними Господь посеет вражду. Между самими захватчиками, теми, кто пытается атаковать Иерусалим. И поднимется рука его на ближнего его. Ну а когда они уже не будут иметь единства эти ряды, тогда, конечно же, близко их падение. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. И собрано будет богатство всех окрестных народов. Золото, серебро и одежды в великом множестве. Вот это трагедия, что иудеи будут воевать против Иерусалима в стане врагов. Об этом говорилось. Между прочим, какой-то намек содержится в 12 главе, в 7 стихе. «Спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». То есть тут дом Давидов, царская династия в Иерусалиме и остальная часть колена Иудина. И вот здесь разделение внутри народа, вражда. Но стих загадочный, и любое толкование его будет носить. Гипотетический характер, что же это будет конкретно значить в конкретной исторической, эсхатологической перспективе, метаисторической. «Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, всякого скота, какой будет в станах у них. Лошаки – это помесь двух видов – лошади и осла». Затем есть мулы, есть лошаки. В зависимости от того, самец и самка – конь или осел, кобыла или осел, или конь и ослица. Получается, или лошак, или мул. «Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и так далее». 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи». Вот 16 стиха – все уже, полная победа, торжество Иерусалима. Все беды закончились, все войны ушли в прошлое. Дальше будет, говорится, поражение египтян, но это как бы ретроспективно уже будет вспоминаться. Остальные из всех народов, вот они приходили против Иерусалима воевать и враждовать, а теперь они будут приходить в Иерусалим на поклонение. Почему праздник Кущи? В комментарии к Иерусалимской Библии, например, говорится, что праздник Кущи здесь потому, и потому на этот праздник приходят все народы, потому что в этот день будет праздноваться Божье воцарение, интернизация Бога будет праздноваться. Это праздник воцарения, сам Господь царствует, Господь царствует, и вот праздник Кущи – это день его воцарения. Это не только воспоминания исхода из Египта, странствования во пустынях, в шатрах, в шалашах. Сейчас мы знаем, иудеи живут одну неделю в году в этих самых шалашах, когда празднуют праздник Кущи. Но вот эсхотологический праздник Кущи будет праздноваться не как воспоминания о былых событиях, описанных в книге исход, а будет праздноваться день божественного воцарения. Как здесь сказано было в 9 стихе, Господь будет царем над всею землею. И вот этот день его воцарения из года в год будет праздноваться, именно совпадать с праздником Кущи. «И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу». В праздник Кущи день поклонения Господу царю Саваофу. Так вот, если кто не пойдет, то не будет дождя у них. Дождь – божественное благословение. Вот не будет Господь. Господь, да, Он посылает дождь на добрых и злых, на праведных и неправедных. Но вот не пойдет народ на поклонение в Иерусалим в праздник Кущи, не будет у них дождя. «И если племя египетское не подымется в путь и не придет, то и у него не будет, то есть дождя. И постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущи». Египтян есть замечательная река, река Анил. Она обеспечивает урожайность зерновых. Но дождь тоже очень много значит. И у египтян не будет дождя, если они не придут. То есть египтяне должны прийти поклоняться Господу, оставить своих идолов, идти поклоняться Господу в праздник Кущи в Иерусалим. Тогда у них будет дождь и будет все нормально. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Кущи. Не будет дождя, то есть не будет Божьего благоволения и благословения. Читаем заключительные стихи 20 и 21. «В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в Доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем. Все осветится. Даже самые вещи профанные, они будут сакрализованы. Вот все предметы в Иерусалиме, в Святой Земле Израиля, но впоследствии вообще по всему лицу Земли будут святы. Ничего ни святого не будет, потому что Господь все осветит, и будет божественное присутствие повсюду. И небесный Иерусалим, как образ Царства Божьего, он вбирает в себя все». Удивительно. Если Вавилон, великая блудница, стремится все осквернить и вином своего бладодеяния напоить все народы, то здесь обратный процесс. Процесс от осквернения, от профанации к освящению, к сакрализации. Противостоящие два града – Вавилон и Иерусалим, победа за Иерусалимом, и все, что Вавилоном было осквернено, будет освящено в Иерусалиме, в том грядущем Иерусалиме, который называется в Новом Завете Новым Иерусалимом. Царство Божье и Новый Иерусалим – это образ Царства Божьего. И вот здесь, говорит Захария, даже котлы, даже жертвенная чаша, даже конские уборы, сбруя конская будут освящены. Все предметы таким образом будут освящены. И будут на них начертаны святыня Господу. Стол, стул, миска, ложка – все, святыня Господу. Читаем последний заключительный стих книги пророка Захарии, 21 стих, очень важный. «И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них мясо жертвенных животных, и не будет больше ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Почему этот стих так важен? Дело в том, что слово «кнаани», переведенное здесь на дальнем переводе через хананея, оно имеет, это слово, два основных значения. Во-первых, это действительно этноним, хананей, представитель народов, населяющих ханаан, до завоевания Израилем, хананей. Второе значение – это торговец, купец. «Не будет ни одного торговца в доме Господа Саваофа в тот день», то есть в день Господень. О чем это вам говорит, дорогие друзья, что это напоминает, что мы вспоминаем? Если вот здесь вместо хананея вставляем торговца, второе значение термина «кнаани», конечно же, торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Господь изгоняет из Иерусалимского храма, из двора Иерусалимского храма, кого? Продавцов, те, кто продавали овечек-голубей для жертвоприношения, именовщиков, то есть купцов, по сути, торгующих, кнаани, вот этих хананеев изгоняет. Они не были хананеями по своей этнической принадлежности, поскольку они были евреями, иудеями, но они были торговцами, поэтому Господь это делает, очищая храм, во исполнение пророчества Захарий. Этим самым своим действием, своим жестом мессианским Господь очищает храм и совершает исполнение вот этого пророчества Захарий, подчеркивая тем самым, что тот день наступил, день Господень близко. Господь это совершил, на какое-то время прекратилось жертвоприношение, на какой-то миг, может быть, небольшой, регулярное жертвоприношение в храме жертва вечерняя, может быть, или что-то еще. Но потом, в тот день, о котором говорит Захария, в эсхатологический день Господень, совершится это окончательно. День Господа, Дом Господа Саваофа, Иерусалим, Дом Господень, все будет очищено от хананеев и от торговцев. Вот не все замечают, в силу того, что такой перевод в книге Захарии, синодальный перевод, что здесь это пророчество тоже мессианское. И не все понимают действия Христа, который изгоняет торговцев из храма. Понимают обычно в действии нравственного характера, нравственного порядка, что нельзя торговать, хотя никакого нарушения то не было. Ведь торговля была в Иерусалимском храме, во дворе Иерусалимского храма, не в самом храме. И люди, которые совершали паломничество на Пасху, они должны были принести жертвенное животное, пасхального ягненка, чтобы потом его съесть. Где же им было его взять? Вот человек идет трое суток, четверо, пятеро из Галилеи. Он должен гнать хворостиной перед собой эту овечку, что с ней будет за эти несколько дней, пока он ее гонит. Пришел он в Иерусалим. Где ему эту овечку купить, если у него ее нет? Поэтому все было очень хорошо организовано. Продавались эти самые овечки жертвенные, а паломники со всей диаспоры, не только из Галилеи, из диаспоры. Человек на корабле в порт Яффо прибыл. Где ему взять эту овечку? С собой на корабле ее везти из Египта или из Италии, из Испании? Нет, конечно. Можно было купить ее, эту овечку, чтобы она была чистой, не была она какой-то порочной, с каким-то недостатком физическим. Деньги, опять же, миновщики, в храме невозможна была циркуляция во дворе храма монет римских. Почему? Потому что на монетах идолопоклонников изображался профиль, ну или это если греческая драхма, или там эти римские монеты, неважно, или профиль императора, или какой-то другой профиль, который императоры обожествлялись, как мы знаем, гений императоров. Это было омерзительное, отвратительное для иудеев идолопоклонство. Конечно же, нельзя было вносить образ императора во двор Иерусалимского храма. Поэтому храм чеканил свою монету. И люди, чтобы купить эту же самую овечку или птенцов голубиных парочку, они должны были взять свои монеты греческие, римские, персидские, какие угодно, и поменять их там. Поменять на какие монеты? На храмовые монеты. Те монеты, которые действовали только на территории, прилегающей к храму, во дворах храма, и на которые можно было купить жертвенное животное. Поэтому в действии Христа следует видеть не нравственное содержание, прежде всего, а эсхатологическое содержание. Христос очищает храм, исполняя тем самым последнее пророчество Захарии, и изгоняет не хананеев, как народ, а изгоняет торгующих, торговцев. Вот такое очень удивительное, замечательное пророчество книги Захарии, и не будет больше ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Оно исполнилось в Новом Завете через действия, совершенные Христом, во время его торжественного въезда в Иерусалим, и вхождения во двор Иерусалимского храма. Господь изгоняет миновщиков и торгующих из храма, исполняя пророчество Захарии, говоря тем самым своим действием, что приблизилось Царство Божие, храм очищается, и больше не должно быть ни одного торгующего в доме Господа Саваофа, и исполнится оно впоследствии в будущем, в будущий день Господень, в эсхатологический день, при наступлении Царства Божьего. И каждый день, и каждый год будут все народы приходить в Иерусалим на праздник Кущей, ни одного хананея, ни одного торгующего не будет в тот день. Как конкретно это будет все устроено, как тогда будет совершаться то, что должно совершаться, как тогда будет производить обмен денежный, мы не знаем, потому что Царство Божие это та реальность, которая еще наступит, мы ее ожидаем, и все многое из реалий того грядущего Царства Божия мы видим, как говорит Павел, как бы сквозь тусклое стекло, как бы через медное зеркало, и видим смутно, гадательно, но когда оно откроется, тогда будем знать, как это будет и где, как это будет все исполняться, все, что Господь здесь тайно приоткрывает нам вот эту завесу, этой тайны грядущего Царства Божия, эсхатологического дня Господня и торжества Иерусалима приоткрывает нам в пророчествах Захарии, в этих удивительных пророчествах этой небольшой совсем книги, книги пророка Захарии, но так много содержащей для нашего назидания и наставления дорогие друзья. Будем читать книгу пророка Захарии, будем читать другие книги, входящие в единую книгу двенадцати малых пророков и готовиться к тому дню, который у пророков назван Днем Господним. Будем жить этим днем грядущим, будем ожидать, будем чаять воскресенье мертвых и жизни будущего века. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok